Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу показать, как моделить канистру и вообще показать, как моделить 3D Max. Итак, начнем. Нажимаем вот на эту кнопку. Эта кнопка автоматически образует ряд папок и будет постоянно 3D Max обращаться в эту папку. Выбираем нужную нам папку. Нажимаем создать канистра. Окей. Нажимаем Cutterless и сохраняем наш файл. Даем ему название. Одноименное с папкой. И в папке сцены сохраняем нашу канистру. Сохрани. Проверим. Все на месте. Итак, что же мы делаем? Я скачал с интернета несколько файлов. И на базе этих простровых изображений мы будем делать нашу модель. Сначала их нужно перенести в Max, чтобы мы видели, что будем моделить. Значит, размер этого растра 1000 на 1000. Мы здесь делаем подобное что-то. 100 на 100 миллиметров и выставим по цене. Загружаем нашу канистру. Одна канистра есть. И вторая. Разрешение в этой канистре 1,5 на 1,5 тысячи. Нажимаем Shift и скопировать. Здесь ставим 150 на 150. И перетаскиваем наше изображение. Ставим по центру. Итак, у нас есть два растра. И по этим изображениям мы будем стараться сделать нашу канистру. Переходим во вкладку геометрия. И по аналогии, то есть то, что больше подходит нашему создаваемому объекту, мы берем примитив подходящий. И примерно по размерам выставляем. Переходим во вкладку иерархия. Нажимаем Effect Pivot Only. И центр это объект. То есть мы выровняли pivot point по центру нашего бокса. Теперь сам бокс переносим по центру координат. Здесь, значит, зная, допустим, точные размеры, мы можем задать вот в этой графе высота, ширина, глубина. И она примет нужный нам размер. Теперь, чтобы видеть нам нашу картинку, нажимаем Alt, нажимаем X на английской раскладке клавиатуры. И наш прямоугольник стал прозрачным. И советую вам, значит, не убивать вот эти все модификаторы, а просто прибавлять больше и больше. Это даст вам возможность вернуться и исправить, если что-то не нравится. Добавляем Meditable Poly Modificator в упадающем списке. Переходим под объекты точки. И сдвигаем нужные нам точки в нужное место. Переходим под объекты ребра. Убираем наши ребра, нажимаем Connect. Здесь автоматически появляется одна линия, одно ребро по кругу всей нашей модели. Я добавлю два и приподниму их вот на это расстояние. То есть мы с вами пытаемся повторить контуры нашей канистры будущей. Выделяем опять по кругу наши ребра. Нажимаем Connect. Добавим еще два ребра. Коммент. Немного ниже. Отсюда вот будем делать ручку. Чтобы быстро выделить ряд ребер, зажимаем, выбираем одно ребро, зажимаем Shift и нажимаем. Выбирается в этой плоскости ребра. Чтобы выбрать петлю, два раза кликаем. Если она полностью не прерывается конечными точками, видите, здесь три расходятся линии, а сплошная идет линия, то выделится сплошная петля. Я сейчас покажу. Вот выделились полигоны. Здесь можно их выбирать by Angle, то есть по углу. И прибавим встроенный модификатор, выделить Table Polymodicator. Insert, то есть вставить. И теперь, дважды кликая по одному ребру, выделяется петля наша. Shift, выделили. Зажимаем Connect. И делим нашу канистру пополам. Переходим в вид слева и удаляем. Временно удаляем ненужную нам часть. То есть мы с вами будем делать пол канистры сначала, а затем благополучно, добавив модификатор симметрия, сделаем нашу модель симметричной. Глядя вот на эту канистру, мы видим, что здесь горлышко сужается. Выбираем нужные точки. Приблизим их. Таким вот образом. Выберем нашу одну из ребер, затем вторую. И применим модификатор, встроенный опять же в Detable Poly, Chamfer, то есть Кост. Закралась у нас ошибка. Видите, выбираю одну точку. Написано, две точки выбраны. Значит, у нас продублировались каким-то образом точки. Их нужно слить вместе, воедино. Здесь кнопка Weld. Соединить. И здесь выберем наименьшее значение, 1 сотая. Видите, было 48, стало 30 метров. Жмем ОК. Вот теперь Chamfer происходит как положено. Здесь временно поставим. Insert. Одну часть сразу удаляем. И выберем вот эту вот линию. И нажмем выровнять по оси кардинал. Это нам не подходит. Это тоже по Z. Вот выровняли по Z. И теперь по Y в 0. И теперь у нас снова выбираем бордер. Снова наша линия. Сечение по центру. По Y. Видите, 0. Я установил, скачал в интернете один из модификаторов. Модификатор мне нужен для того, чтобы сделать горлышко круглым. Чтобы его сделать, нужно мою модель полностью конвертировать в editable poly. Но я сделаю клон предыдущей модели и спрячу ее. Hide select. Эту же модель я конвертирую в editable poly. Уберу нужные мне полигоны и нажимаю regularize. И этот модификатор, видите, что он сделал? Он наш квадрат превратил в круг. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока.